Привет! Ну что, у нас не было давно нормального, хорошего, такого полноценного обзора, и сегодня вы его наконец-то посмотрите. Вы скажете, почему? Все просто. Вы знаете, рынок стагнирует и выпускаются однотипные смартфоны, которые, по сути говоря, неинтересны. Вы помните принцип нашего канала? Мы берем интересные гаджеты, чтобы сделать на них обзор, рассказать про них все, что есть, и выложить вам, ясно дело, эту информацию. Но знаете, Samsung мне особенно не хотелось брать, потому что, ну, как бы, их старшие модели, они похожи на прошлое с минимальными изменениями, а вот эти вот все M30S просто облизывал весь техноблогинг, не знаю, заносили, не заносили, но я не хотел их брать, потому что, опять-таки, писали бы в комментариях, о, Антон Ван Пласович критикует Samsung. А Samsung, на самом деле, ничего интересного не давал. И вот мы совершенно недавно, когда зашли в магазин, чтобы посмотреть новое S20, S20+, да, мы бомжи, нам не заносят, извините, Samsung, у нас, не знаю, мы, наверное, в черном списке у них. И мы увидели очень интересный гаджет, который необычный, как для нашего рынка, на Snapdragon 730. И у нас сразу же возникла мысль, нужно покупать его. Мы, ясно дело, купили его за свои деньги, и на лайв-канале, вот, мы как раз, когда отъезжали в магазин, мы записывали этот момент, и вот мы его показывали, что мы его купили. Блин, купили, не буду говорить цену, но суть в том, что дорого, потому что мы, скорее всего, его не продадим за столько же, сколько взяли. Ведь это Samsung, друзья, но на Snapdragon, возможно, какая-то ценность у него есть. И сегодня я хочу вам сразу же сказать, если вы любители компании Xiaomi, Mi 9T, Mi 9T Pro для вас просто топ за свои деньги, просто не смотрите это видео, до свидания, друзья, не надо, не смотрите это видео. То начнут сейчас хлам в комментариях, Xiaomi, супер, сегодня мы поговорим об этом бренде, и я вам должен сказать, что, скорее всего, наконец-то, это адекватный смартфон от Samsung. Наверное. Но сегодня мы все узнаем. И перед началом хочу поблагодарить, если вы подписаны, или если не подписаны, то обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что мы выпускаем интересные для вас видосики. Ну и у нас есть классные группы Telegram со скидками, где мы постим очень много интересных купонов и предложений. Я знаю большое количество людей, которые доволен, да я и сам, бывает, там затариваюсь, так что все ссылочки у нас будут внизу в описании. Хорошо, и почему я считаю это самым адекватным смартфоном от Samsung? Здесь мы обсасывать эту тему не будем, так как мы рассказывали все во влоге. Но, знаете, последняя модель, особенно вот эта вот S10 Lite в пластиковом корпусе, без влагозащиты, за 650 долларов, это, извините меня, просто-напросто неприлично выпускать такой смартфон в продажу. Опять-таки, мы все говорили на Live-канале, там можете посмотреть. Здесь же, друзья, цена ниже, и, кстати, все цены вы можете посмотреть на сайте синтетики, тоже ссылка в описании, заходите, там все актуальные предложения с ваших местных магазинов. И давайте, ладно, переходим к самому смартфону, потому что это у нас Samsung A71 на Snapdragon 730. Блин, как звучит, Samsung и на Snapdragon, обратите внимание, раньше, ну, были, есть некоторые смартфоны на Snapdragon на нашем рынке, но раньше Samsung забивал и ставил обязательно свои процессоры, которые, ясно дело, проигрывают Snapdragon. И что самое интересное, достав из коробки этот смартфон, мы увидели первую неприятность, на выступающем блоке камеры есть след от клея. Сборка так себе, и почему-то это уже третий смартфон Samsung завода в Индии. Видимо, они не все довели еще до ума, но хочу отметить, что из-за вируса Samsung сейчас будет штамповать свои смартфоны и не иметь никаких проблем с поставками. Вот почему выйдут новые смартфоны, а у Xiaomi будет задержка. Габариты смартфона. Несмотря на то, что он достаточно большой, диагональ 6,7 дюйма, друзья, ловишь какой-то диссонанс, потому что ты, когда его берешь, он легкий, он очень хорошо ложится в руку, но всему виной противный пластик. Блин, даже за эту сумму хочется сказать противный пластик, потому что зачастую за эти деньги ставят, ну, хотя бы стекло. Да и вспомните серию A, A3, A5, A7, ох, времена были, блин, там даже по металлический корпус был со стеклом. А сейчас все уже пластик, пластик, тут за 650 Samsung уже не стыдится ставит пластик. Но то, за что хочется похвалить, здесь у нас, друзья, полный набор пионера. USB Type-C, джек и тройной слот по две сим-карты и карту памяти. Не хватает для полного счастья, разве что инфракрасного порта. Но этого мы давно уже не видели в Samsung, хотя, если я не ошибаюсь, последний Магикан был Samsung S4 и некоторые модели до этого. И еще пару слов о дизайне. Не удивляйтесь, что у нас здесь наклеечка, мы этот смартфон будем потом продавать. У нас здесь стиль флагмана. И это однозначно большой плюс для этого смартфона, но никак не плюс для флагманов. Хотя, если вы посмотрите на последнюю статистику продаж смартфонов по всему миру, то именно бюджетные смартфоны от Samsung, они имеют больше всего продаж. Почему? Потому что они похожи на флагба. Ну, короче, это отдельная тема, о которой мы тоже будем говорить потом на лайв-канале. Ну и матрица, друзья. Здесь у нас, как я и сказал, 6,7 дюймов с дыркой в центре. Не зря этот смартфон в Индии собирают. Надеюсь, меня за это не забанят. Но, в общем-то, сам гаджет очень стильно выглядит. Блин, вот рамки тонкие. Самого лет, конечно, на первый взгляд вопросов не вызывает, хотя разрешение у него только Full HD. Ведь отдельные пиксели видны только вблизи. Ну и максимальной яркости, в принципе, хватает. Единственное, что если ваш глаз не разбалован после, там, Samsung S10+, Note 10, и точно так же, как и минимальной яркости, вам тоже здесь будет хватать. Но, опять-таки, разница у них маркетинговая с флагманом и с этим смартфоном по яркости дисплея однозначно есть. Только есть один вопрос. Samsung, где DC Dimming? Ну, елки-палки, ты поставляешь свои матрицы другим производителям, и они заводят туда DC Dimming, а Samsung почему-то этого делать не хочет. Если вы знаете причину, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, потому что меня немного это разочаровало. Ну и сканер по дисплеям. Друзья, как ни странно, но сканер по дисплеям в Samsung работает хорошо. Просто вообще как-то звучит. Потому что все смартфоны Samsung, которые я тестировал, были жесткие лаги и глюки. Здесь все хорошо. Наконец-то они доработали. Но единственный нюанс. Помните, что у нас здесь Gorilla Glass 3. Елки-палки. В 2020 году Gorilla Glass 3. Это насколько же нужно, блин, экономить. Потому что вспомните даже тот же Asus Zenfone Pro M2. Он был уже с Gorilla 6. А здесь у нас Gorilla 3. Ну, отрисовывать всю анимацию, графику. В этом смартфоне у нас будет Snapdragon 730. Вот изюминка его. Вот кайф. Плюс еще у нас, друзья, память 128 гигабайт UFS 2.1. У нас DDR4X. И все это в паре, в принципе, дает хороший результат. Но фрезы и баги есть. Но об этом давайте я чуть позже расскажу. А так, в общем-то, работой этого смартфона можно быть довольным. Ну и недостатки в этом смартфоне с таким мощным железом долго искать не нужно. Ведь у него пластиковый корпус. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас будет жесткий троттлинг. Нагрев смартфона и все то, что находится внутри, тоже будет нагреваться. Что не так хорошо для всех запчастей. Ну, в принципе, производители пытаются нам сейчас впихнуть смартфон на год, на два. А потом мы должны будем менять его. Но вот если вы играете даже в простую игру, то же Call of Duty Mobile. И, друзья, просто-напросто этот смартфон показывал жесткий троттлинг даже спустя 20 минут. То есть ясное дело, что тот же троттлинг-тест я использовать не стал. Ведь, как мы и обсуждали с одним известным блогером, если вы знаете с кем, напишите об этом в комментариях. То, что это приложение, оно не постоянно и показывает разные результаты на разных прошивках, разные условия. Одним словом, троттлинг-тест мы не проводили. Но помните, что 730 и пластик – это не самая лучшая комбинация. Но если продолжать тему игр, то, допустим, в Mobile Legends, игра, которая напрямую зависит от качества интернет-соединения, происходили переподключения, которые хоть и редко, но могут реально подставить вас в важнейший момент каточки. А троттлинг при нагреве способствует еще и просадочке FPS. Да и лаги, проблемы небольшие с соединением, просадки FPS, троттлинг – это не единственная проблема, которую вы будете встречать, когда вы будете играть. Друзья, уведомление приходит вам на пол дисплея. И если вы вдруг решили открыть шторку, к примеру, для изменения яркости или прочитать уведомление, закрывая шторку, вы обязательно свернете игру и потеряете несколько секунд в каточке. Притом сворачиваться она будет очень ужасна. Но давайте от грустного переходим к хорошему. Друзья, у нас здесь 64 мегапикселя и соцелл GW1. И связки вместе с Snapdragon 730 должна давать очень хороший результат. Но, друзья, здесь же у нас Snapdragon. Короче, мы накатили Google камер. Что самое интересное, она без проблем встала, не нужно было ничего настраивать, никаких зависаний и лагов. Короче, давайте сейчас фотографии. Первое дневное фото, и у нас здесь красавец Porsche, и сзади разноцветное освещение. Сразу же бросается в глаза ошибка при балансе белого на Google камеру A71. Но делаем кроп. Честно, я не ожидал такого результата от Samsung. Здесь видны все цвета. Картинка сочная и яркая. А детализация не страдает. Выглядит фото отлично. И здесь такой момент, друзья. Мы немного читнули. А ведь все же Samsung, ставя на свои бюджетные смартфоны какую-либо камеру, пытается ее урезать и сделать хуже, чем во флагмане. Но из-за Snapdragon 730 Google камера сюда хорошо накатывает. И мы можем обойти эти маркетинговые всякие делишки Samsung, которые они могут специально зарезать в программном обеспечении. Теперь у нас вечерняя локация. Без кропа мало чего заметить можно, но приблизив на небе заметно меньшее количество шумов на A71 с Google камерой. В то время как сток камера лучше отработала с вывеской, но вышел сильный шарп. И мне это очень не нравится. Теперь у нас ночной режим, и на сток камере Samsung он дико шарпит фото и оставляет много шума. Тогда как Google камера старается сделать снимок максимально гладким и красивым, но при этом, ясно дело, могут теряться некоторые детали. И на A71 вышел хоть и не совсем естественный, но красивый цвет того же неба. А вот Mi 9, друзья, сильно замыли у картинку, и сенсор крайне не справляется с задачей. Фронтальная камера. Здесь наш Димон, и мы сравнивали без Google камеры. Даже на первый взгляд, в принципе, заметно, что фото лучше на Samsung. Значительно лучше. Во-первых, шире угол захвата. И после кропа видно, что детализация, в принципе, похожа. Но, друзья, вы посмотрите, какая крутая цветопередача на фронтальной камере в Samsung. Мне кажется, это хороший салфи-форд. И теперь, друзья, мы переходим к автономности. И нас здесь ждет 4500 мАч. И связки с 8-мм процессором, как бы, должно быть все хорошо. Но почему-то по всем тем тестам, которые мы всегда проводим, даже Mi 9T оказывается лучше. Но быстрая зарядочка 25 Вт, которая включает в себя блок с разъемом Type-C, немного спасает ситуацию. 52% за полчаса. Результат неплохой. Беспроводной зарядки, конечно же, в этом смартфоне нет. Но хочется кое-что заметить. Наш Димон, когда ехал и снимал фотографии, те, которые мы вам показывали, у него был с собой iPhone XS с 22% заряда и Samsung A71 тоже 22% заряда. При этом через iPhone он слушал музыку. Что еще ты там делал? Видео смотрел, социальные сети листал. А на Samsung просто-напросто были сделаны фотографии. И что самое интересное, приехав домой, на iPhone был 1%, а на Samsung 5%. Это нам говорит о том, что программное обеспечение здесь, ну, хотя уже старт продаж, уже продается смартфон, но оно здесь не самое лучшее. И как еще одно подтверждение, хоть в этом смартфоне стоит и симка, да, мы его используем, вчера было 100%, сегодня, друзья, 18%. Я не знаю, приближение покажет или нет, сегодня уже 18%. Блин, заряд уходит никуда. Samsung, пожалуйста, измени что-то, потому что людям это однозначно будет не нравиться. Ну и звук через динамики, друзья. Как через наушники, так через динамики. Он никакой в этом Samsung. Я в первый момент, когда зашел в магазин и включил какое-то видео, то, блин, просто бы удивлен, как за такие деньги можно ставить такое говно. О, извините меня, в Xiaomi Redmi Note 8, Redmi Note 7 звук получше и качественнее, чем в этом смартфоне за 12 тысяч гривен. И здесь, как говорится, Остапа понесло. Понимаете, мы на этом моменте хотели закончить обзор, сказать, что вот, как бы, все вот по Samsung все так хорошо. Хотя вы видите сценарий. Блин, сценарий реально был написан, ну, как бы, достаточно много преимуществ раскрывает. А недостатки, как бы, тоже показывает, но аккуратно их показывает. Но я не сдержался, друзья. Не сдержался, потому что мои яйца не в руках Samsung, потому что этот смартфон мы купили. И сейчас мы поговорим о том, что фанаты Samsung не любят. И если вы фанат Samsung, и вам нравятся смартфоны Samsung, просто выключите это видео. Это не для вас. Видео дальше будет для людей, которые думают своей головой и хотят услышать реальный отзыв человека, не которому прислали, и который, не знаю, наверное, вот мне кажется, вот реально такое ощущение, что те обзорщики, которым присылают смартфоны, они им не пользуются. Он лежит у них на столе, и вот они там посмотрели, о, прикольно, прикольно, хорошо. А особенно облизывают One UI 2. Какая же она прекрасная, что она стала лучше. Где она стала нахрен лучше? Это я уже начал. Поддергивание, подлагивание. Друзья, я вот даже сейчас... Блин, ну анимация, нахрен она... Понимаете? Вот, смотрите, анимация. Я... Ну, вот она... Она дергается! Дергается! Ладно, переходим дальше. Вот вам пример с тем же Bixby. Слайд-шоу какое-то. Блин, дерганая анимация, ну как такое может быть? Та же самая проблема с Google Ассистентом. Друзья, скажите мне, какая у One UI классная? Да то, что у OnePlus 7T никаких фризов и проблем не будет. Все будет зашибись. Фризы, баги, да слушайте, просто вот когда разблокировка, просто вы заходите в настройки, какие-то анимационные лаги могут быть. Samsung, тебе 730 стендрагона не хватает. Тебе нужно вкладывать в разработчиков, а не в обзорщиков, которые будут хвалить твой смартфон. И элементарно хочется спросить у Samsung по поводу меню изогнутого дисплея в смартфоне, в котором нет изогнутого дисплея. Казалось бы, мелочь, да можно закрыть глаза, но, друзья, из этих мелочей мы составляем картину, что Samsung пофиг на программное обеспечение, которое они всовывают в этот смартфон. Им самое главное, его вам продать. И продать за большие деньги. И давайте я еще поговорю о симметрии. Здесь ее нет. Фронтальная камера стоит ни разу не симметрично. Ну, блин, реально меня это раздражало. И это в меньшей мере, конечно, заметно при темной теме, но почему не сделать ее симметрично? А еще, если вы будете листать Instagram, то случайно при небольшом свайпе у вас все уйдет вниз куда-то. Все куда-то уйдет вниз. Обзорщики вам этого не скажут. Блин, ну, я не обзорщик, друзья. Я человек, который купил за свои деньги смартфон. С одной стороны, хотел как бы сказать, что это первый адекватный смартфон, но вам нужно понимать, на какие риски вы идете и с какими лагами и проблемами вы будете встречаться в этом гаджете. А так, по сути говоря, как я вначале думал сказать, что, блин, зачем мне брать какие-то Samsung и не разносить их, я сегодня, ну, получается, раздрется за смартфон. Ну да, закапываю я свой канал из-за этого, да, но когда ты высказываешь свою точку зрения, многим это не нравится. Людям больше нравится, когда ты лижешь их уши, к сожалению, к большому сожалению. Но, друзья, у меня изначально, когда я создавал свой канал, у меня был принцип честно вам рассказывать про любой гаджет, который попадает мне в мои Антона руки. Все, большое спасибо вам за просмотр. Спас палец вверх. Пока. Продолжение следует...